Я приветствую всех в Таллине в сентябре 2021 года. У нас сегодня 24 число, день недели пятницы, с которым вас всех поздравляю. Опять наступают два бесконечных выходных дня, а у нас за бортом 9 градусов жары и 15 часов 44 минуты. Закончил пораньше, мне отпустили, точнее отпросился по делам. Поехали по погоде, осень вступила в свои права, все желтеет, не знаю, наверное, еще неделька, полторы, две, все это уже опадет. Все эти листья будут на улице, достаточно прохладно, даже при 9 градусах начинает моросить дождик, что с утра днем может выйти или выпасть. Короче, настоящая осень наступила. Единственное, что скрашивает, хотя нет, знаете, уже не скрашивает, я завтра выхожу на работу, хочу добить одно, принципиальный вопрос там один был, хочу это сделать. Так, ну естественно, да, мы перешли медленно, точнее, или быстренько с погодой, естественно, на влог. По работе, по жизни, все, у меня просто времени нету, просто времени нету, мало-мало времени у меня опять в сутках. Я же хотел, я хотел экшена, я хотел драйва, мне уже не сиделось спокойно на работе. Ай, постоянное общение, говорю, с клиентами, постоянная езда теперь туда, обратно, какие-то ценовые предложения, какие-то звонки какие-то. Ладно, сейчас расскажу даже про работу немножко свою, обычно не любить и было рассказывать. Кстати, сейчас едем на улицу Сыля, там, где у меня квартира, я буквально недели, три, наверное, назад, две, три, четыре назад поменял там унитаз в квартире своей. И сегодня там контейнер, квартирное товарищество заказало, хочу его выкинуть бесплатно. Почему? Потому что, не сказал бы традиция, но уже, наверное, в норме, что любой вот дом многоэтажный, панельный, пятиэтажный, девятиэтажный в Таллине, заказывают раз в год, и некоторые два раза в год большие контейнеры, куда могут люди скинуть свою мебель, вот какие-то остатки от строительства. Насчет техники я не знаю, такой вопрос. Я здесь как бы плаваю, даже по строительству, не каждую краску можно туда выкинуть. Здесь, скажем, на водной основе можно кинуть, если здесь, естественно, какая-то масляная, то будьте добры утилизировать как-то сами. Ну, унитаз я узнал, можно будет выкинуть, поэтому не заказывал специальную машину для вывоза, выждал вот эти две-три недели. И сейчас скину, вроде бы, помочь должны мне. Как-то так. Это первое. К тому, что куда едем? По работе. Насчет того, что беготня постоянная в сфере слаботочной, где я работаю, есть такие варианты, что люди или, как говорится, фирмы специализируются. В принципе, все слаботочные фирмы. Это пожарная сигнализация, охранная, фоносистемы какие-то, сетки иногда строят. Ну, редко, но выпадает это. Обычно это делают то же самое фирмы, которые занимаются слаботочными системами, установками. Туда же можно ИП-камеры поставить, что-то еще, наверное, сейчас не могу. Проходные системы на двери открывания. И вот сейчас, где я работаю, в основном, где-то процентов 90, эта фирма напрягает именно на пожарную безопасность. Все начинают огнетушить и заканчивая пожарной сигнализацией. Естественно, и обслуживанием, и проектированием, и так далее. Так вот, обслуживание пожарной сигнализации. Если я когда-то работал, скажем, в фирме G4S и ездил по бизнес-объектам, мне выдавали пачку на руки, иди сам вызванивай, договаривайся. Вы получаете пачку этих заявок, заказов и начинаете вызваниваться. Делаете себе с утра 100 график, с утра приехали на какой-то объект, там закончились, звоните на другой. И в конце концов, заканчиваете где-то, допустим, возле дома. Обычно я любил закончить здесь, там, на форели, артели, какой-нибудь статолик рядом, и уже к пяти домой ехал. Когда я работал в фирме, допустим, Хардмейер до этого, там обслуживание шло, в принципе, так же, но почему-то объектов было меньше. У человека было 70 объектов, он их не успевал. У меня в Г-4С было 320 их. Как-то я успевал. И были достаточно большие, начиная, такие, как, допустим, прокуратура была у меня. У меня были высотные здания Хубуяма-4, были таможенные терминалы. Та ли на Весе, что на Адала, что на Иллимисты. Тоже были мои объекты. И как-то все это у меня успевалось. Не знаю. Не скажу, что хорошо или плохо, или что-то я делал, какую-то халтуру или брак. Брак, знаю одно, что начальники были довольны, что возврата на моих объектах у меня почти не было никогда. Допустим, один, может быть, раз в квартал куда-то что-то поехал. И то, может быть, не того, что я не сделал обслуживание, а просто потому, что там что-то было сломано. Ну и, естественно, не только пожарная сигнализация, а еще и охранные, и видео я делал, и проходные почти нет. Охранные и пожарные. Так вот, что такое обслуживание пожарной сигнализации? Если охранная никак не регулируется законом, то пожарная сигнализация регулируется законом. Требования к пожарной сигнализации три раза в год квартальное обслуживание, раз в год годовое обслуживание. Ну, там есть еще вилка такая, что четыре квартальных, одно годовое. Хотя мне инспектор доказывал, я с ним согласился, потом вычитывал закон, так и не нашел эту пометку, что надо делать четыре квартальных, один годовой. Ну, я не стал спорить, сами понимаете, с чиновником лучше не спорить. Зато экзамен сдал. Дальше. К чему это все говорю? И когда вы делаете квартальные, приезжаете на завод какой-то, на бензозаправку, в магазин, то без проблем приезжаете в рабочее время, делаете, уезжаете. Но сейчас становится, слушайте, вообще в тот ряд встал, да в тот ряд. Не двигаемся совсем. Может, мы там просто стоим? Ладно, зато поболтаю. Значит, смотрите. В последнее время стало появляться жилые дома, скажем, 5-ти, 10-ти этажные, 14-ти этажные дома. Строятся квартиры, и там живут люди. И уже там, с момента заливки фундамента, существует проект на установку пожарной сигнализации. И этих домов становится все больше, больше и больше. Допустим, в Г4С у меня тоже были такие дома, ну, скажем, 8-ти квартирные, 12-ти квартирные. Ты звонишь председателю товарищества, ты приезжаешь, у него ключ, он тебе все открывает. А теперь, представьте, мы были с напарником, так что и сказать. Трудно сказать, что мой напарник, или я его начальник, или я ему на подмогу принес, пришел, точнее, кто я, пока тоже еще не определился. Или меня не определили. Но факт тот, что у него была работа обслужить два дома. Один был 14-ти этажный, по-моему, а другой дом был 8-ми этажный. В 8-ми этажном доме на этаже было по 6 квартир, да, по 6, по-моему. А в этом высотном доме было по 4 квартиры. Слушайте, я врать не хочу, по-моему, по 4 там квартиры было. Раз, два, три, четыре. Нет, по 5 квартир было высотным, и, по-моему, по 6 было, ну, только что пониже. Ну, 65 квартир и что-то там 42 квартиры. Достаточно много. А представьте, надо было каждый датчик проверить. Но то, что каждый датчик проверить, если вы спускаете сверху вниз, проблем нет. Но, вы понимаете, то, о чем начало говорить, что если вы приезжаете в магазин, который днем работает, и скажем, на бизнес-заправку или на завод, а если завод работает круглосуточно, то вообще проблем нет. Но если это жилой дом, где люди в то время, когда вы работаете, тоже работают и не находятся дома, в отличие, там может быть какой-то процент пенсионеров или же, допустим, мамочек с детьми, да, или, скажем, те, которые из дома могут работать, программисты и так далее. Это совсем другой вопрос. Но таких, может быть, процентов 10, 15, 20. Остальные – это люди, которые должны отпроситься от работы или в смену попасть так, чтобы смена у них не выпадала на этот день. Но, с другой стороны, понимаете, когда делается предложение на обслуживание, да, учитывается и рабочее время человека, который проверяет. Точнее, он тоже не может там, вы не можете заставить его работать после пяти, после шести, если у него рабочий не в пять, вы не можете его заставить, если он не хочет. Я говорю, я не хочу работать сверхчасы. И он по закону прав. Вы заставить его давить, вы на него не имеете права. И, скажем, если когда просчитывается, делается просчет, сколько стоит это обслуживание, высчитывается, скажем, это идет день, можно за один день сделать, допустим, вдвоем. Если вы выбиваете уже на 3-4 дня это делите, точнее, на транспорт сразу у вас уходит, ну, скажем, 4 дня по вечерам, на транспорт уходит в 3 раза больше денег и так далее. И уже вопрос встает от того, что кто... Маня, а кто платит деньги? Вот здесь, да, такая дилемма, не дилемма, а такое вот решение какое-то должно быть непонятное. А этих домов все больше и больше будет. Я не знаю, сейчас в Г-4С приходят такие дома или нет, где я раньше работал. Чисто теоретически должны, потому что как пирожки они вылезают, как вылезают из печки, эти дома появляются у нас, или как грибы после дождя. Ну вот. На чем мы остановились. И вот представляете, у каждого дома есть халдур, который ведет этот дом по уборке, по всяким электрике там. Не начальник ЖКХ, а, как сказать, управляющий домом. Во! Обычно это не будет с председателем товарищества. Обычно это человек, какая-то фирма берется, и этого человека насначают управляющим, допустим, дома. А у него может быть таких домов 20, 30, 40, 50. И по всем проблемам им звонят. Но есть такие, будем так говорить, ну не наглые, а ленивые, которые, скажем, тупо, и вот что-то ему пишут о проблеме, он проблему отсылает фирме, вы отвечаете, а он это письмо делает форвардинг. И так и получилось, что меня, нас напрягает, когда вы приедете делать обслуживание, я, естественно, написал письмо, а этот халдур, или, скажем, управляющий, сделал форвардинг на всех жильцов. И вы представляете, я стоял вторник, среда, четверг, это у меня телефон просто разгорался, все думают, что он звонит. Он единственный жильец этого дома, который звонит мне, или звонит, пусть будет, да, звонит. И кроме него никто не хочет, чтобы я пришел в конкретную квартиру. И вам приходится бегать в 14-этажный дом, допустим, на 14-этаж, потом на 7-й, потом на 9-й, потом опять на 1-й. Естественно, теряется время. Если вы идете сверху вниз, да, проверяя датчики конвейерно, вы успеваете идеально, но если вы начинаете бегать, это просто нереально. Во-первых, вы устаете, вы тоже люди, вы не можете постоянно бегать. А проверить датчик, а не то, что там проверили и все, надо пойти еще потом к системе и сделать сброс, чтобы не получилось так, чтобы там где-то датчик не докрутили и осталась какая-то ошибка. Точнее, надо вдвоем обязательно быть, который один возле прибора находится. И когда, допустим, человек по этажам проверяет, мне звонят люди, я возле прибора нахожусь, ну, типа выбрал легкую, легкий, ну, как бы, как старший. Ну, естественно, звоню человеку, слышишь, Виталий, надо сделать еще это, да, он тоже уже, говорит, слышь, говорит, а ну-ка, я понимаю, ты хочешь угодить всем, но так нельзя, говорит, я тоже живой человек, не поспоришь. И тут уже момент был такой, что я нет, конечно, я не срывался, клиент это и есть клиент. Вы знаете, мне не нравится, как мы стоим, мне, честно говоря, немножко так раздражает, такое ощущение, что где-то там опять авария. Клиент есть клиент, я не раздражался, а некоторые хотят идти на какие-то еще побеседовать, почему датчик когда-то отработал. Как бы трудно объяснить людям, что не все, вот таким людям, которые получают штраф, скажем, от владельца квартиры, что у него дома произошла пожарная тревога. Ты ему объясняешь, мы работаем по регламенту, в каждое любое ваше движение, в сфере пожарной ассоциализации, запись в дневник, акт, все должно документировано быть. Иначе это просто вода. Я, может быть, сумбурно сейчас рассказываю, скажем, случилась какая-то тревога, приехали пожарные, сказали, а, датчик у вас говно. Но, пожалуйста, будьте добры, акт, когда написать, что датчик говно, от этого мы будем исходить, потому что пожарного учат тушить пожар. Меня учат, допустим, обслуживать пожарную ассоциализацию. И если пожарный это сказал, а он чиновник, акт, если акта нет, ну, мало чего, а мне сказал пожарный, что вообще все нормально, это вообще идеально, что если каждый день будет тревога идти. Когда слова человека, не подтвержденные бумагой, естественно, это чиновник, это, в принципе, разговор ни о чем. Поэтому я всегда был приучал, сам приучен, любой техник, приезжающий на дом, на квартиру, на бензоколонку, на любой объект, даже просто вот случайно кинул какие-то схемы туда, мимо проехал, обязательно записать, что в Холдуспяеве, в дневник обслуживания, что-то там было, что-то там делал. Время, что-то там, потому что на те вопросы, которые возникнут у клиента, вы не обслуживаете еще, вот там, видишь, въезжаем, приезжаем, смотрим. Фиксируем все. Ну вот, и люди, получающие, допустим, штраф от владельца квартиры, насылаются, вот приезжала пожарная машина, мне так сказали. Ему объясняю, что я не могу комментировать слова пожарного, потому что пожарный некомпетентен в этом. Он компетентен в тушении пожара и как заходить в горящий дом. Я тебе, я говорю, объясняю, что была тревога. Что здесь было, мы не знаем. Мы вот сейчас можем почистить датчик, проверить его по регламенту раз в год. Почистили, проверили. Отработал, датчик нормально, он оттестирован, он с сертификатом. Нет, меня твой ответ не устраивает. А ну скажи, почему он сработал. Я не знаю, я уже понимаю, что если ему скажу, что может быть у тебя свечки горели, может ты кушать готовил, может ты мылся в душе, открыл дверь, пошел. Он скажет, нет, этого не было. Это пройденный этап, поэтому мне даже не хочу ему это объяснять, что я считаю, что именно так это было. Но опять же, я этого не видел. Мои слова против его слов. А документально у нас датчик проверен, почистен, все в соответствии со стандартами, с нормами, с инструкциями, с регламентами, с законами. Как бы, как-то так. Естественно, этот разговор, ну допустим, он такой единственный, там пошло минут 20, наверное, общение с человеком. Это такое, я так считаю, оказывается давление. А потом подошел к председателю квартирного товариства, сказал, что ну так нельзя делать, когда ты приходишь обслуживать, а тебя просто давят и хотят что-то выдавить из тебя. То, что его устроит, такой ответ. Так, ну не пойдет дело. Или письменно будем общаться с ним тогда, или пожалуйста, отгородите меня от такого общения. Это тоже нормально у нас. Как он это сигнализировал о таком жильце. Вот, я сейчас, конечно, после такого, вчера приехал в контору, где-то в полпятого, может около пяти было. Конечно, эмоции по всей конторе у меня там были после таких двух дней. Хотя, вы знаете, вот на выхлопе мне это все понравилось. Движ, движение, звонки, там решить проблему, здесь решить проблему. Лучше, чем тупо закисать в чем-то. Чувствуешь сразу себя нужным каким-то. Но единственное, это, конечно, влияет на нервную систему людей. Мне не знаю, в таком темпе еще могу месяц, два, три, четыре поработать. Потом опять скажешь, мне, Саня, тяжело, я буду опять что-то думать, надо поискать что-нибудь полегче. Хотя в жизни всегда приходишь к тому, что легче нигде нет. Что если человек ответственен, он даже на спокойной работе будет ответственен. И ничего с этим не сделаешь. Если человеку все равно, пофигист так называемый, его хоть президентом ставь, его хоть премьер-министром ставь, ему будет все равно. Но, как-то так, что, допустим, если даже возьмем уборщика, продавца, охранника, если у него что-то не сделано, я, если бы я буду работать на такой позиции, у меня будет что-то не сделано, меня точно так же будут изнутри это съедать, если я буду работать, допустим, продолжать вот на этой же должности, что сейчас. Хотя мне сейчас и директор фирмы говорит, и уже коллеги говорят, что не надо так, спокойнее надо, спокойнее, не так эмоционально, живем один раз, надо быть. Вот сейчас увидел машину Г4С, едущую на встречу, вспомнил. Хотя, когда работал точно так же, пять лет ездил по объектам, у меня всегда все сделано было. Были моменты, да, какие-то большие объекты, они такие на два дня, но обычно после себя все закрывал на следующий день, чтобы пойти продолжить как бы с чистого, не с чистого лица, а продолжить. Уходил, никаких ошибок, никаких тревог не оставалось. В любом случае полусделанная работа была. А вы знаете, почему здесь очередь такая? Потому что эти наглые вот по правой стороне, по правому ряду въезжают в этот ряд, и их пропускают, соответственно, в три-четыре раза медленно проходят. А меня ждут возле дома, а я сегодня еще хочу в спортзал, хотя меня отпустили пораньше, и сегодня еще фонарик дорогой потерял на объекте, искал. И самое что интересное, меня послали на объект, сказали, пойди посмотри, там клиент хочет какое-то дополнение к пожарной сигнализации, посмотри, потом придешь, ценовое предложение ему отправишь. Я приехал, а, когда начнут двигаться, слушай, он заодно хочет проверить огнетушители. Ну, хорошо, естественно, на объекте, я уже, на объекте нет плана, где находятся эти огнетушители, идем с этим клиентом, смотрим, где они находятся, а это не такое совсем чистое место, работают в некоторых местах темно, я бытараскиваю фонарик, подсвечиваю себе, хотел сказать, работают не только с белой цветом кожи люди, подсвечиваю фонариком, и, короче, в какой-то момент этот фонарик у меня пропадает из кармана, упал где-то, а там шумно, и я даже не слышал, где он упал. Я через пять минут возвращаюсь в те места, где я был, и фонарика нет. Я ни на что не намекаю, да, но осадочек-то остался, фонарик дорогой, и, ну, ладно, фонарик-то, он уже побитый, а там внутри был аккумулятор. Так вот, насчет огнетушителей, и я уже научный того, что, когда вы проверяете огнетушители, они должны быть как-то пронумерованы, промаркированы, первый, второй, третий. Это я помню еще с фирмой G4S, когда меня отправили, там было, по-моему, восемь огнетушителей. И ты ищешь, раз, два, три, нашел, пятый нашел, шестой, седьмой, восьмой нашел, а четвертого нету, ищешь, 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 ну, нет четвертого огнетушителя, где это четвертый огнетушитель? А там еще и ремонт дороги. Выяснилось, что... Мне говорят, звони по-седнему, кто их проверял. Я звоню, там ржет человек, смеется, специально прикололись, говорит, что третий написали, и четвертый не стали, пятый сразу, чтобы такие как-то и пришел, и начали выискивать. Ну, смешно получилось, говорю, очень смешно, да. Но факт то, что в любом случае, я теперь знаю все эти истории, когда-то вы приходите и не знаете, сколько там этих огнетушителей, то обязательно надо взять схему какую-то, нанести туда места, где находятся огнетушители, дать каждому огнетушителю номер. Когда вы клеите эту вот наклейку, что огнетушитель проверен, пронумеровать на наклейке, что этот огнетушитель, допустим, номер один, два, три, четыре или пять, или, скажем, некоторые хотят, чтобы маркировка была поэтажно, скажем, 1.1, 1.2, а на втором этаже 2.1. Вот так шло. В любом случае, схемы, планы, места нахождения огнетушителей, только так вы можете нормально пройти это. Потому что бывает до 30-40 огнетушителей на каком-нибудь заводе, и даже сам клиент не знает число, точное число. Видите, ремонт левой части, поэтому тоже идет медленнее. Так, о чем остановиться? Точно так же, как сказал, что у него 24 огнетушителя, я случайно 25-й нашел. Ну вот, меня посадят туда, говорят, ну и заодно наклейте наклейки. Я начинаю, поговорил с ним на то, что он хочет, о проблемах. Думаю, сейчас взял с собой там, по-моему, 30 наклеек, взял сейчас, думаю, обклею. Распишусь и уеду оттуда, приеду в контору, сделаю акт, отправлю этому клиенту. Начинаю смотреть, а огнетушителям уже под 10 лет. Под 10 лет это значит все, их надо отправлять уже не на контроль, то, что я делаю, а на обслуживание. Он говорит, если ты все заберешь, у меня вдруг что-то случится, что делать? Хотя бы, давай половину забери. Ну вот, выяснил эту проблему, мне сказать, загружай. Ну вот, съездил, говорит, за хлебушком я пошел, короче, поговорить с клиентом, что ему надо там добавить датчиков пожарных, а закончился тем, что мне пришлось около 10 огнетушителей. Это сигналит машине наглое, это не мне, это... Нечего впихиваться, понимаешь, что он рейндж-рога. Я ему еще по молодца сказал, сейчас скажу, что его не впустили. А то вообще обнаглели. Так вот. Пришлось возить эти огнетушители. Короче, я сегодня физически и умственно поработал. Еще завтра надо добить все, и будет тогда все шикарно. В воскресенье смогу спокойно отдохнуть. По правой стороне поликлинику привели в порядок. Где-то джип, который там ломился, уже нет его. Как-то так. Ну что, наболтался, да, я? Сейчас даже не знаю, что делать. Рассказал о всех по... Делала. О работе в первый раз так много рассказываю. Ну, кстати, для себя уже сделал такую, как сказать, пометку, что если у меня на этой работе сейчас не срастется, то, как я думаю, то я больше в слаботочную сферу не хочу больше окунаться. Я пойду, знаете, куда? Охранником пойду. Вот честно. Нет, таксистом. В болт пойду еду развозить, но больше не хочу этого. Может быть, у них там поспокойнее, а? Вот есть... Да-да, уже еду, уже еду, уже еду. Да-да, вот сейчас подъезжаю, подъезжаю, потому что пробка была. Все, вот я уже здесь рядышком, на низу. Все, сейчас, извиняюсь, да. Вот так-то меня уже ждут. Давайте поеду в спортзал еще поболтаем, честно говоря, на эмоциях. Возможно, эмоции будут у меня немножечко так, этот, по приземленнее. Чего-нибудь придумаю умное сказать. Я, в принципе, тема есть у нас по Эстонии. Какие-то новые. Если не забуду, обязательно расскажу. Да, вот здесь, вот в этом районе, куплена у меня квартира, которую я рискнул всем своими пенсионными деньгами. Считаю, район перспективный. А остальное покажет время. На данный момент пока все. Едем дальше. Время у нас 16 часов 32 минуты. Все, все свои дела сделал. Теперь только в спортзал отдыхать. Завтра в этот, как его, на работу. Надеюсь, часа за 4 я справлюсь там. Теперь что-то я хотел сказать. Почему я тут такую тему кинул, что считаю этот район перспективным? Не только я считаю. Очень многие считают. Во-первых, по правой стороне, на территории Балтийской мунафактуры, бывшей, будут строить новый инновационный центр с бизнес-площадями и красивым такой площадкой с фонтанами. Это, я считаю, наверное, будет центр района Пыхе. Опять же, здесь два пляжа в этом районе. Если мы идем, поедем дальше, это будут Палясары, Пикакарио называется. И там, где я взял квартиру, буквально километр 800, или 800 метров, или километр, минут 5-7 пешком идти, Штроммерант, Штромка. Это раз. Во-вторых, здесь все-таки существуют две улицы центральные. Ну, я скажу, все-таки три. Копли, Тёстузы и Сыля. И район поделен на кварталы. Да, достаточно удобно это. Плюс, здесь есть как и автобусы, так и трамваи по левой стороне. Сообщение с городом, с центром достаточно удобное. Буквально 5-6, я не знаю, остановок, и вы в центре. Зеленый район, я считаю. Естественно, ходят до сих пор еще слухи, что в нижних коплях там что-то ужасное. Но до нижних коплей еще ехать и ехать ни одну остановку. А второе, и даже нижние копли приобретают уже нормальный вид. Люди покупают там квартиры, строят, выстраиваются, реновируются. И, в конце концов, на выхлопе должно быть все нормально. Кстати, по-моему, я показывал, что там сделали с копинскими линиями. их тоже привели в порядок. Я думаю, как мы поедем? Водя отсюда. Выехал-то я на зеленый, хоть и моргающий. Конечно, в этом районе еще надо ко многому переложить руку, чтобы было цивильно и красиво. я думаю, к выходу моему на пенсию как раз будет здесь все нормально. Вот только что мы были среди панелек по улице Сыри. Потом там дальше там Станинская застройка. Здесь застройка, могу предположить, и Станинская, и Первой республики. Очень редкая улица для Тайна с таким широким тротуаром, улица Ристику. Видите, я еду хорошо, у меня зелененьким горит. Опять же, к этому району относятся, не скажу так, знаменитый, сколько скажу, достаточно нашумевший район Терискиви. Надеюсь, сквозь него мы еще и проедем. Сюда мы ехали по параллельной улице, по правой стороне Сыля. Сейчас возвращаемся именно по этой. Не стал я выезжать, ехать одной и той же дорогой. Видите, эмоции у меня попроходили, высказался хорошо. Вот здесь дома еще деревянные. Некоторые покосившиеся, ждут реновацию полную, но с такими интересными балкончиками, выступами, башенками. И сами по себе эти деревянные дома, они такое у меня вызывают, не знаю, добрые, теплые чувства. Можно только представить какую-нибудь темную ночь, зиму, но предновогоднюю темную ночь, зимнюю, со снегом. У вас там печь камин, вы открываете и видите, зажигаете этот камин, смотрите на огонь горящий, там еще, знаете, какие ущепки, дрова потрескивают. Вы в ожидании чуда, Деда Мороза, подарков. По-моему, что-то есть в этом. Хотя в печное отопление вы меня навряд ли загоните жить. И вот здесь мы уже будем поворачивать налево. Это улица Терийский и в принципе и район Терийский будет. По правой стороне останется Мойблимая. Кстати, слышал, что его будет все-таки сносить. Не знаю, слышал, насколько это правда. Ну, время покажет. Вот партия. Баннер стоит. Если бы я заплатил бы 30 евро и сфотографировался, наверняка, тоже был бы на баннере. Хотя на сайте этой партии, где я нахожусь, стою, меня попросили выставить фотографию. Хотел сказать в домашних условиях. Выставить фотографию, ну, не в пижаме хотя бы, но выставить. Я сфотографировался, отослал этому начальнику ячейки, председателю ячейки. Говорю, Георг, такая подойдет? Да-да-да, подойдет, выставляю и выставил. Сейчас у меня хотят еще какие-то там вещи пишут, не знаю, что-то я немножко напрягать это не начинает. Я под это не подписывался. Едем. В принципе, логичнее было бы поехать прямо. Но я сказал про телескиви. Нет, понимаете, мы поедем на телескиви. Не, по телескиви-то нельзя. Там одностороннее. Ничего себе. Вот себе чуть-чуть не... Хорошо, что машина заехала. Я понял, что нельзя. Да, здесь мы постоим еще намного дольше, чем я думал. хотя мне так в спортзал как раз будет удобнее. Выскочу на улицу Палдийский Манты называется и прямо уже попаду в старый город. Хочу сказать, что сегодня, кстати, был на объекте, про который я рассказывал. Зашел туда, спрашиваю, маску одевать? Мне говорят, ты вакцинированный? Я говорю, да. Если вакцинированный, у нас есть право не ходить в маске. Ну, вот и приятно. Я говорю, еще Янсеном. Джонсон и Джонсон. Так, что-то я хотел сказать насчет еще в этой вакцины, по-моему. Или не хочу. А, не вакцины, масок. Представляете, еще когда мы ходили по домам, вот, техник ходил в маске. А я начал уже задыхаться в этой маске, тем более, ну, нифига себе. Конечно, красиво ты это сделал, я так же сделаю. он ходил постоянно в маске, я ходил без маски, так как я не заходил в сами квартиры. Я фиксировал, он зашел он или нет сначала. Не могли понять, как сделать лучше работу. Вот. И были моменты, когда его вызвали, я так думаю, что мне стоять, пойду даже, ну, доделаю, допроверяю, там, по-моему, 4 или 5 квартир, оставалось. одел маску и такую звоню, здравствуйте, говорю, маску одевать. И все, у кого спрашивал, во-первых, сами одевали маски и меня просили. Вот как-то так. Хорошо это или плохо, не знаю, по факту говорю. Зато знаете, насколько была у меня, я сейчас вернусь опять к работе, опять накипело, во, накипело, насколько была интересная практика. Я теперь примерно знаю, как можно подходить к этим объектам. С какой стороны, как это фиксировать, как общаться, о чем общаться, как давать понять людям, что мы можем сделать так, никак иначе. что если какие-то проблемы возникают, куда они должны обратиться. Не нам о проблемах говорить, а есть люди, которые должны выслушать и пожаловаться уже на нас, вышестоящие инстанции. Вообще, мне всегда нравилось работать с людьми, но имеется в виду, что фирма-клиент, вот так, нравилось. Не как, скажем, коллега с коллегой, а именно как представитель фирмы. В любом случае, вы знаете, я вижу, садится аккумулятор, пока я не сел, выскажу еще пару слов о том, что я пожелаю вам всем мира, добра, уважения друг к другу, а осторожно на дорогах и всем вам спокойного города, как наш Таня. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,